я вас приветствую мои дорогие воздушные знаки воздушные знаки это у нас близнецы близнецы весы и водолеи я вас приветствую сейчас мы с вами посмотрим прогноз на на период с 1 по 10 июля включительно на первую декаду месяца давайте посмотрим что же нас ожидает как всегда три карты и в конце вечерса карту вытащим одну посмотрим настроение этой декады мои дорогие воздушные знаки хочу поблагодарить вас за комментарии хочу поблагодарить поблагодарить вас за пожелание мне очень приятно на самом деле хочу сказать что кто-то спрашивал про консультации консультации 2 половина июля открыта запись и записаться можно по e-mail который под каждым видео смотрите потому что не понимаю почему не видно кто-то спрашивает напишите email вот он там есть и когда заходите на мой канал в конце есть все данные и ватсап вайбер telegram можно записаться можно написать это для кого непонятно не видно вот ну а мы давайте сделаем прогноз и посмотрим что же нас ожидает в декаду с 1 по 10 июля и так поехали три карты воздушные знаки первая карта вторая карта третья карта смотрим ох мои дорогие воздушные знаки похоже у вас первая декада будет проходить очень очень хорошо все желаемое особенно для женщин и девушек все желаемое исполнится и будет полное ощущение счастье это кстати денежная карта в денежном выражении тоже она нам принципе говорит о том что ну не знаю все все желаемое допустим вы желаемые деньги уровень то есть будет достигнут вообще эта карта успеха давайте так это такой успех самостоятельный скажем так ну результат собственного труда финансовый успех даже больше наверно карта достижения то есть то к чему вышли вероятно в эту декаду у вас проявится то есть вы достигнете чего-то потому что но еще раз повторю это карта успеха и мы видим девушку которая в общем-то динарии прям на кустах растут до птица это вестник прям счастье такой но и девушка чувствует себя очень очень прекрасно то есть перекладываем ситуацию на себя то же самое это комфортная жизнь вообще в первой декаде похоже на воздушным знаком будет в общем-то очень очень все замечательно и я хочу сказать что эта карта успеха в том смысле даже что девушка если хочет забеременеть она забеременеет да это то есть беременность если хочется вот так это то это все то чего хочется красоты там я не знаю сладости ну возможно вы найдете работу кстати вот еще как это может проигрываться возможно вы найдете работу ту которая вас вообще устроит может быть кто-то кондитерская фабрика потому что это вообще как вам сказать то что связано с венера это удовольствие сладости такая вот красота вот так вот такие вот такая карта вот так она говорит об этом то есть но финансы красота сладости вкусное вино вот вот где-то работа будет связана с такими вот удовольствиями то есть замечательная карта еще раз скажу что эта карта достижений это лично ваших достижений и конечно совет карты полагаться только на себя потому что у вас все получится прислушивайтесь именно к себе то чего хотите вы как видите ситуацию вы и тогда у вас все получится ну эта карта когда есть гордость за себя когда есть чем гордиться то есть но гордимся мы когда у нас чем мы достигаем определенных высот и есть повод для этого хорошее здоровье кстати кто про здоровье на здоровье смотрит хорошее здоровье и вообще хороший материальный результат ну я считаю замечательной замечательная карта первая да и вторая карта вы знаете вот такой прям диссонанс у нас бьется это какая-то вот такая скупость это какая-то бедность но кстати вот бедность это может выражаться в моральных аспектах давайте я вытащусь сейчас еще одну карту я не люблю когда у нас негатив перебивает все наше настроение и мы его всегда перекрываем это практикуется 2 для тарологов так вам на будущее ох замечательно смотрите мы перебиваем эту карту именно королем пентаклей король пентаклей вот мои дорогие девушки конечно же это говорит о том что вы можете встретить мужчину но вы для себя должны понимать что этот мужчина он домострой он немножко все-таки такой прижимистый вот он все может он но он зайти как копеечка копеечки кирпичик кирпичику это не тот король который станет царить деньгами вот как допустим может король жезлов да там такой порывистый может все отдать минут на и так далее но там никакого толку от него возможно и не будет а это именно тот человек который такой на долгое время копейка копейки все смотрит анализирует просчитывает вот такой человек либо это совет карты если вы мужчина тем более приобрести эти качества все-таки не растрачивать то что имеете и не растрачивать себя эмоционально и материально а все-таки приберечь немножко в этой декаде вот именно с 1 по 10 июля немножко приберечь отложить деньги вот это как вариант вот такой совет тем более то вот так если смотреть достигли материального не нужно пока тратить не время не надо растрачивать ох мои дорогие третья карта у нас это конечно же прямо вот успех триумф это у нас туз жезлов и эта карта нам говорит о триумфе об успехе о том что все получится двигайтесь вперед идите у вас все получится достигайте чего хотите вы знаете даже планируете вот на это время какие-то свои личные такие успехи пусть хоть и небольшие дела я имею ввиду потому что они приведут вас к успеху вообще замечательная замечательная эта карта обратите кстати внимание на циферку 1 1 это я и на цифру 1 на число 1 1 1 неделя 1 месяц то есть вот что-то задумывайте там у вас что-то будет вот ну а вообще повторю что это карта успеха это то когда нам говори когда там карта хочет рассказать что все получится вот прям прям туз жезлов вот понимаете когда не знаю как еще объяснить в общем все будет хорошо мои дорогие воздушные знаки все у нас хорошо есть какое-то некое опасение у нас судя по вот этой карте что будет какая-то эмоциональная холодность я имею ввиду вот то что мы выпало нам и мы перекрыли конечно же это не но вот немножко возможно в чем-то будет такая ну непонятка скажем так да поэтому немножко постерегитесь где-то скажу где-то кстати как раз таки в районе затмения будьте просто аккуратны и не тратить деньги напрасно еще раз повторю потому что вы идете к каким-то материальным успехом они у вас будут однозначно все все на это указывает все к этому ведет идет вот вот все делаете не зря мои дорогие результат будет ну и смотрим по ситуации конечно же не растрачиваем попусту и давайте вытащим одну карту из другой колоды вечерца посмотрим настроение декады как бы так для нас ох ох мои хорошие мои хорошие вы знаете это колесо фортуны карта это у нас старший аркан новичьи верса вот смотрите мы видим эту карту эта карта нам говорит вообще об успехе даже о незаслуженном успехе о том что у вас все получится и мы видим обратную сторону посмотрите кто это это маг на обратной стороне это маг эта карта кстати нам указывает на то что у вас будет успех будет успех даже если вы его не ожидаете то есть ну все равно я вот немножко эта формулировка даже если вы не не ждете незаслуженный немножко для меня все таки это непонятно потому что однозначно мы должны понимать к чему мы идем и какой поворот у нас будет судьбы и немножко себя все равно настраивать даже даже если на успех дабы его не растерять заметить его но я вам однозначно скажу что это перемены к лучшему это поворот судьбы понимаете это деньги кто хочет деньги денег вот и что-то к этому шел шел а мы видим даже по первой карте то к чему идете у вас получится все получится то эта карта конечно же нам говорит что деньги будут возможно вас куда-то пригласят быстро неожиданно да какие откроются хорошие возможности которые изменят жизнь как подарок судьбы вот так эта карта нам говорит я покажу еще раз обратную сторону то есть это все зависит от нас это называется я могу у меня все получится главное правильный настрой а шанс у вас будет уж будьте в этом уверены замечательно это вообще счастливый поворот я повторю что это перемены к лучшему счастливый поворот потому что карта очень-очень такая карта успеха так скажем одна из лучших карт она себя еще и отражает как маг то есть это когда все получается когда нам все подвластно когда в общем-то повторю нас ждут очень замечательные перемены вот так мои дорогие воздушные знаки у нас пройдет первая декада июля замечательно пройдет я считаю что возможности вообще ну тут куда лучше расклад когда и туз триумфальный и девятка пентакли у нас и деньги в общем-то и все-все-все ну и совет карт чтобы вот избежать этого все-таки негативчик у нас есть кризисная такая карта мы ее перекрыли и дальше пошло все-все хорошо поэтому не тратьте деньги понапрасну немножко все-таки придержите их так скажем потому что ну будьте готовы к триумфу к триумфу тоже надо быть готовым зачастую вот я кстати скажу в негативе но такая ложкой дегтя может быть что эта карта нам может говорить что это может хождение по кругу быть это в негативе она сказывается это может быть то к чему а к чему ушли к тому пришли но это реже это намного реже это в индивидуальных каких-то если бы были был какой-то рядом негатив а у нас все карты указывают на то что карта проигрывается в позитиве и говорит нам о том что главное не пропустить возможность не забывайте об этом главное не пропустить возможность и понимать что у меня все получится не бойтесь мы иногда кстати не иногда а зачастую когда сталкиваемся с успехом мы его пугаемся и сами от него уходим потому что почему-то считаем что мы не справимся вот как раз это тот случай когда не упустите успех шанс не упускайте шансов вот так мои дорогие воздушные знаки я желаю вам прекрасной декады июля хорошего лета хороших событий чтобы у вас все получалось будьте бдительны и все получится ну и на этом прощаюсь встретимся в следующих видео пока пока пока